Медицинского объекта такого уровня в Карачаево-Черкесии ещё не было. Новый онкологический центр практически готов к приёму первых посетителей. Все строительные работы завершены в разгаре установки и наладка медицинского оборудования. Осмотрев сопровождение министров строительства и здравоохранения здания диспансера, Рашид Темрезов дал ряд поручений по организации его будущей работы, особо подчеркнув важность создания комфортных условий для работы врачей и удобства для пациентов. Мы все знаем указ президента Российской Федерации 204, где особое внимание было уделено как из приоритетных направлений – это развитию онкологической службы России. На сегодняшний день уже сдан объект – это онкологический центр республиканский, где на сегодняшний день у нас будут внедрены новые технологии, которые до сегодняшнего дня в Карачаево-Черкесской республике не оказывалось. Сам онкологический центр состоит из поликлиники с диагностическим отделением на 236 посещений в смену и стационара на 110 коек. Впервые в Карачаево-Черкесии здесь появился собственный лучевой блок, в котором установлен уникальный линейный ускоритель электронов, позволяющий направленно облучать все виды опухолей, включая и внутренние. Лучевая терапия рака имеет ряд преимуществ. Она менее токсична по сравнению с химиотерапией, обладает хорошим обезболивающим эффектом и позволяет пациенту во время лечения вести полноценную жизнь. Раньше жители Карачаево-Черкесии все равно полноценную лучевую терапию получали только вне республики. Это был Ставропольский край, это были клиники России и Ростова. То сейчас вот с введением этой техники, дистанционной лучевой терапии, Карачаево-Черкесия будет выглядеть не хуже остальных республик. И это будет полноценное лечение для пациентов, именно лучевое лечение, радиологическое лечение. Для работы в новом онкологическом центре приглашена группа опытных специалистов из федеральных медицинских учреждений. Например, Игорь Алексеенко до переезда в Карачаево-Черкесию работал в Ставрополе. Над приглашением из КЧР долго не раздумывал. А последние сомнения отпали, стоило ему увидеть сам центр и оборудование в нём установленное. Опять же, преимущество радиологического оборудования, что это не операция, когда человек должен долгое время проводить на больничной койке. То есть человек может работать, просто приходить на сеансы, которые несколько минут занимает, и продолжать свою деятельность. Ещё один важный момент. Все приглашённые специалисты будут вести ещё и наставническую работу. Читать лекции студентам-медикам, отбирая их из числа лучших для дальнейшей работы в диспансере. А те 70 врачей, что уже здесь трудоустроены, успели пройти повышение квалификации по своим специальностям. Мы также создаём условия для того, чтобы к нам приезжали специалисты из других регионов. Это и обучающие циклы, это и те специалисты, которые захотят остаться и работать. Это высококлассные специалисты, я ещё раз подчёркиваю. Мы будем создать для них все условия. Так как создаются новые службы, нам понадобятся новые специалисты. Но уже договорённости есть. У нас ни одна служба не будет оголена. Все нужные нам на сегодняшний день специалисты уже у нас есть. Общая площадь диспансера более 18 тысяч квадратных метров. А это значит, что ресурсы нового онкоцентра позволят полностью обеспечить современными, высокотехнологичными методами лечения не только жителей самой Карачаева-Черкесии, но и ближайших регионов Северного Кавказа. Эрнест Чуков, Далиль Мирза, Архиз, 24.